В эфире программа Вести Хакасия. С вами Татьяна Донцова. Здравствуйте. И главные темы. Инфекция все ближе. Энтеровирус охватывает новые регионы страны. В Хакасии заболевания пока нет. Национальная география Абакана. Городские власти объявили конкурс на название нового микрорайона. Неравный бой с энергетиками. Пенсионерка из Оскийского района требует убрать трансформаторную подстанцию со своего участка. Сегодня второй день Международного форума по историко-культурному наследию. Основные мероприятия прошли в спорт-отеле «Гладенькая». Программа насыщенная. Выставки, пленарные заседания и в завершении концерт солистов Мариинского театра. Он начнется через несколько минут. О том, что обсуждали в репортаже Олеся Калиниченко. Второй день историко-культурного форума начали с открытия выставки «Алмастеров». Свою самобытную культуру представили малые народы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Несмотря на то, что искусство каждой нации уникальное и неповторимо, у ивенков, селеутов, чукчи, долганов есть одно общее. Все они относятся к малочисленным народам, то есть рискуют исчезнуть как нации. Пути сохранения культурного и национального многообразия страны сегодня обсуждали участники Третьего Международного форума. Кто не хочет сохранить свой язык, а кто хочет раствориться в сегодняшнем глобальном пространстве, я не знаю таких людей. Весь мир только и заботится об этом. Естественно, власть может здесь помочь. Помочь в чем? Поддержать инициативы, идеи. Форум собрал более 300 участников из разных уголков России и зарубежья. Мероприятия традиционно привлекают специалистов из разных областей – ученых, археологов, политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Для республики форум – это возможность презентовать культуру Хакасии и ее потенциал на российском и международном уровне. Этот форум востребован, он нужен, он действительно объединяющий. Мы не скрываем, что это один из шагов по экономическому развитию. Не бывает экономики, развития без развития культуры, поддержки культуры. В этом году на форуме решается и ряд конкретных задач. Отчасти благодаря его работе в республике приступили к строительству масштабного музейного комплекса. Сегодня Министерство культуры уже занимается его наполнением. Для этого наложиваются связи с крупнейшими музеями страны. Мы сегодня уже должны думать, какие экспозиции там будут, каково будет содержание. Это не менее глобальная проблема, чем строительство самого здания. Поэтому сегодня мы пытаемся у всего музейного сообщества России и мира даже, потому что эксперты есть, специалисты из Баварии, у нас есть чему поучиться у этих коллег. Коллеги из Российской Федерации, где уже достаточно серьезный опыт накоплен в этой части. Поэтому наша задача все аккумулировать, трансформировать на сегодняшнюю нашу ситуацию и начинать уже, активно начинать работать в этом направлении. Завершился второй день форума подписанием соглашений о культурном сотрудничестве. Правительство республики подписало соответствующие документы с Государственным историческим музеем. Министерствами культуры Дагестана, Рязанской области и Баварии. Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Прибывший в Хакасию с двухдневным визитом полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский дал эксклюзивное интервью нашей телерадиокомпании. В плотном графике полпреда нашлось время для встречи с ведущим программы Вести, Хакасия, события недели Алексеем Гончаренко. Виктор Толоконский обстоятельно ответил на заданные вопросы не только по проходящему в эти дни историко-культурному форуму, но и которые касаются повседневной жизни жителей республики. В частности, судьбы отмененного поезда «Абакан-Красноярск» сообщением через Ачинск. Напомним, жители станционных населенных пунктов, через которые пролегал маршрут, обращались к полпреду с письмом посодействовать в решении вопроса. РЖД отменило поезд как нерентабельный, а у населения возникли проблемы с передвижением по республике и выездом в Красноярский край. Каждый вид деятельности должен быть рентабельный, в том числе и пассажирские перевозки. Но это совершенно не означает, что нужно отменять поезда. И я обязательно к этому конкретному поезду вернусь, и я думаю, что может быть найдено решение. В чем я вижу это решение? Ну, во-первых, само РЖД сегодня недостаточно энергично работает над оптимизацией, сокращением издержек. И на самом деле я не за то, что перекладывать пассажирский тариф на грузовой, но правильно, экономно, эффективно посчитать сетевые затраты и минимально их переводить на пассажирские перевозки – это задача компаний, задача отраслей. Второе – это не означает, что регион должен быть в стороне от этих проблем. Полпред также высказал свою позицию относительно льготного тарифа на электроэнергию для населения и свой взгляд на предстоящие в республике выборы губернатора и депутатского корпуса. Полную версию интервью с Виктором Толоконским смотрите в программе «Весть и Хакасия. События недели», которая выйдет в эфир в ближайшее воскресенье 30 июня в 10 часов 20 минут. Крупную партию лесоматериалов вывезли за границу по подложным документам. Стоимость – 17 миллионов рублей. В Хакасской таможне возбуждено 9 уголовных дел по фактам контрабанды леса из России в Таджикистан. Установлено, что в прошлом году фирма, зарегистрированная в Хакасии, предоставляла на Ачинский и Абаканский таможенные посты подложные внешнеэкономические контракты. Объем вывезенных лесоматериалов превысил 4000 кубометров. Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного вида преступления – лишение свободы на срок до 7 лет. Интеровирусная инфекция добралась и до Сибири. Напомним, это заболевание опасно своими осложнениями, особенно у детей. В южных и центральных областях России речь идет о массовых вспышках. В Хакасии в этом году случаев интеровирусной инфекции пока не обнаружено. И чтобы ее не допустить, необходимо соблюдать простейшие меры профилактики. Какие, узнал Виктор Лушников. Санитарные врачи отмечают, что ситуация с заболеваниями и острыми кишечными инфекциями в республике пока на уровне средних многолетних значений. К примеру, в июне зарегистрировано 260 случаев. Среди них рота и нора вирусной инфекции у детей. Отмечены единичные случаи дизентерии. На первом месте сальмонеллез. 28 случаев, большинство в Бакане. Причиной болезни стали мясо домашней птицы и яйца, недостаточно прожаренные. Грозной интервирусной инфекции в Хакасе в этом году пока не выявлено. Хотя, напомним, раньше случаи регистрировались. И пять лет назад от ее последствий в Бакане умерли два малыша. Врачи напоминают о первых признаках болезни. Это температура, слабость, недомогание. Но боли в животике может быть, понос может быть. И изменения в слизистой зева. И опасны это интервирусные инфекции. Это осложнениями, такими как менингитами, менингинга и цифолитами. В принципе, симптомы схожи с другими кишечными инфекциями. Поэтому при малейших подозрениях надо обращаться к специалистам. И не заниматься самолечением. А еще санитарные врачи напоминают всем о соблюдении простых мер профилактики. Которые, по их мнению, уберегут от попадания в инфекционную больницу. Мыть руки перед едой, после посещения общественных мест. Конечно, желательно в течение дня как можно чаще руки обрабатывать. По профилактике пищевых каких-то отравлений. То есть это приобретение продуктов питания только в санкционированных торговых местах. Ни в коем случае не приобретайте продукцию участников. Скоро портящую такую, как молочные продукты, которые достаточно опасно сейчас. Тщательно обрабатывайте овощи, фрукты. Никаких особых мер предосторожности по поводу интервирусной инфекции медики пока не предпринимают. Из Москвы таких распоряжений не поступало. А населению врачи советуют еще не пить сырой воды. И обязательно хорошо прожаривать и проваривать яйца, рыбу и мясо. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Проект под названием «Промышленный парк Черногорский» одобрен на федеральном уровне. В Москве в Министерстве экономики России состоялось итоговое рассмотрение инвестиционных программ из разных регионов страны, в том числе из Хакасии. Первый транш почти 30 миллионов рублей Черногорск получит уже в этом году. Напомним, промышленный парк Черногорский займет 200 гектаров муниципальной земли, на которой будут размещены 30 производственных предприятий. Четыре стартовых проекта прошли все согласования и готовы к началу реализации. Осталось дело за малым – подвести на территорию парка всю необходимую инфраструктуру, водо- и электроснабжение и водоотведение. В итоге к 2015 году будет создано дополнительно полторы тысяч рабочих мест, а к 2021 году уже пять тысяч человек обретут новые места работы. В Абакане вскоре может появиться микрорайон с названием на хакасском языке. Об этом объявила городская администрация. В народе жилые массивы уже имеют свои названия. Полярка, Согра, МПС, торговый центр. Еще один микрорайон, который вскоре появится около гипермаркета Поляна, тоже будет иметь свое оригинальное имя, но уже на хакасском языке. При этом выбрать название новому жилому массиву предлагается всенародно. Строительство здесь уже идет. Во всяком случае, издалека виден католический костел. А на свободной пока территории вскоре поднимутся многоэтажки. Администрация Абакана приглашает всех принять участие в конкурсе. В течение месяца можно принести свои предложения в редакцию газеты «Абакан» или в информотдел мэрии. Кроме того, свои варианты можно отправить на адреса электронной почты, которые сейчас на экране. Лучшее название будет определяться «Голосование». Кстати, уже есть и первые версии. Аяс, что в переводе означает «светлый, солнечный» или «пайзан» – «красивый, привлекательный». В журналистской среде появился и свой вариант – турпан, что значит «птица, живущая у воды». Очень хорошие, красивые названия на хакасском языке. Можно так назвать, потому что живем все хакаси. Я больше склоняюсь к названию турпана. Идея, да, она очень даже неплохая, мне кажется, и перспективная. Очень хорошо отношусь к тому. Чтобы наш город, мне кажется, еще больше стал. И чтобы больше было микрорайонов. Это очень хорошо. Хакасия и Еврейская автономная область сегодня подписали соглашение о культурном сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках третьего международного форума по историко-культурному наследию. Творческие коллективы из Еврейской автономной области прибыли в Хакасию впервые. В составе делегации – любительские творческие коллективы. Все удостоены титулов образцовых. Для сибирских зрителей гости из Биробиджана представили национальные еврейские танцы, исполнили композиции русского и еврейского фольклора, песни зарубежной и русской эстрады в разных стилях. С первого номера все пошло как по маслу. И зал. Было такое единение с залом. Вы знаете, зал рукоплескал. Наверное, каждого в зале, так же, как и на сцене, переполняло какое-то чувство гордости, патриотизма за свою страну. В планах гостей из Еврейской автономной области в будущем привезти в Хакасию выставки и принять республиканские экспозиции на своей территории. Также Хакасию пригласили поучаствовать в международном фестивале. Он пройдет в следующем году и будет посвящен юбилею Еврейской автономной области. Билеты на концерт Ванессы Мэй имеются в продаже. По городу ходят слухи, что продажи закрыты. В республиканской филармонии эту информацию опровергли. На сегодняшний день места остались на восточной трибуне. Цена билета прежняя – 200 рублей. Их можно купить в касте филармонии. Напомню, сам концерт состоится в это воскресенье, 30 июня. Он будет посвящен Дню Республики и окончанию культурно-исторического форума. Именитая скрипачка выступит на стадионе Саяны. Начало в 21 час. Вход на стадион закроют за 15 минут до начала представления. Новый футбольный стадион под названием «Горизонт» появился в Черемушках. Это первое профессиональное футбольное поле в поселке. Сразу после презентации новый газон уже опробовали местные футболисты. Размеры искусственного поля 30 на 60 метров. Это позволяет проводить на новом футбольном газоне тренировки и игры для команд разного уровня. От любителей до профессионалов. Новый спортивный объект возведен на средства компании «Русгидро» всего за полгода. Его стоимость около 6 миллионов рублей. Стадион еще достраивается. В дальнейшем рядом с Бровкой появится трибуна для зрителей. Но уже сейчас на газоне можно проводить соревнования и городского, и республиканского уровней. Подобные такие поля, на мой взгляд, и вообще-то, как если мы цивилизованное общество, цивилизованный город красивый, должны находиться, как минимум, в каждом микрорайоне города. А то, что это очень позитивное явление, скажет на развитие не только футбола, а вообще на развитие спорта, наше муниципальное образование. На сегодня у меня все новости. Напоминаю, программа «Весть и Хакасия» также выходит в эфир на канале «Россия-24» ежедневно в 13 и в 19 часов. Приятного вам вечера и до встречи.